Итак, друзья, мы с вами находимся на Симане Рейш-Цадик, Рафат, Рафам, закончились, Рейш-Цадик, Рац, Бег, Лашли, Мэ, Брахот, Бешаббат. Итак, мы знаем историю, которая приключилась с Давидом Мэллахом, когда в Израиле начали умирать от эпидемии люди, и тогда Давид вопрошает Всевышнего, Всевышний раскрывает ему, что причина была причина, были обижены народ, целая история там была, но в итоге, как самую сильную средство защиты, еще Давид Мэллах постановил, Мэ, Брахот, понятие того, что каждый еврей должен говорить каждый день, сто благословений. С этой истории, как нужно говорить благословения, да, сегодня просто их нужно сказать сто благословений ежедневно, и мы много говорили об этом, да, сегодня скажем, как же достичь этого числа в субботу. В шаббат у нас молитвы короче, и благословений на 13 благословений, точнее, на 12 благословений меньше в каждой шмуна-эсре. Это дефицит почти в 36 благословений, только из шмуна-эсре. Да, то есть, как в шаббат намерстать упущенное. Ну, перед тем, как начнем Аллаху, Деврей Мусар, вот, да, мы подключаемся к уроку, мы приходим в Дейд Медраж, мы открываем Тору, мы начинаем учиться. Думаем, ну, думаем, ну, хорошо, но что это изменит, что это добавит. Знаете, история приключилась с одной парой, которая была в страшной ситуации, ребенок тяжело заболел, и был в больнице, и ситуация была вообще критическая, болезнь прогрессировала. Рахмана Алислану Алейну, и родители, понятное дело, сидят, и бедный, он читает Тейлим, она читает Тейлим, религиозные молятся Всевышнему. И один момент, как бы, муж говорит, слушай, ты давай продолжай молиться, а я буду учиться. И он открывает Талмуд и начинает учиться, и вопрос, и ответ, и он учится, и думает, что, может быть, мое изучение Торы, да, добавит заслуг, все-таки как-то, да, случится невероятное. А все это время они понимают, что они не одни такие, да, то есть в стороне, в этом же зале сидит другая пара, тоже отец и мать. Тоже евреи, и тоже у них ребенок, и тоже в тяжелой ситуации, и они их по-другому переживают, да, он там гладит мать за руку, держись, я с тобой, мы вместе, и сидят. Ну, как, да, переживают, что называется, на Торы сидят тоже. Теперь они смотрят, те так активно что-то делают, молятся так. И этот в один момент спрашивает, да, то есть как бы он наклоняется, говорит, скажите, говорит, вот, я так понимаю, жена ваша молится, да. А что вы делаете? Он говорит, я учусь. Он говорит, да, я слышу там какие-то вопросы, они вообще, что вы что-то учите, а этот что дает? Он говорит, ну как, говорит, изучение Торы, говорит, это такая, это самый сильный способ, самый большой способ запускать Всевышнему о том, что ты его любишь, да, прилепиться ко Всевышнему, учить его Тору, ну, и что, говорит, вы прям, вот, он говорит, да, сижу, учу Тору, это, говорит, помогает, как молитва. Он говорит, понятно, говорит, просто я смотрю, вы так завороженно, вы прям с таким учитесь, с душой. Ну, это, говорит, у вас, наверное, сейчас, говорит, так, говорит, ну вот, ситуация сложилась. Он говорит, вы знаете, нет, на самом деле Тору мы учим всегда, постоянно, если есть сила, то есть, как бы, Тору учим постоянно, днем и ночью, то есть, если есть сила, надо учить Тору. Это, говорит, да не может быть. Он говорит, не, ну да, говорит, в Египте, Боге, Мам, Вилай, Тору мы учим постоянно, то есть, это не какое-то что-то в крайних ситуациях, это не молитва, это, да, мы изучаем Тору, это не только для знаний, это просто, да, мы учим Тору. И тот ему говорит, слушайте, вы знаете, я, на самом деле, давно задумывался о том, чтобы, может быть, как-то что-то начать делать, но вы меня, говорит, поразили. Я, говорит, я просто, у меня в голове не умещается, что, говорит, прям вот вообще в любое время. Он говорит, давайте так, если вы сейчас, говорит, покажете мне, вот отвезите меня куда-нибудь, покажите мне евреев, которые сейчас вот в это время, у которых ничего не произошло, сидят и учатся. Он говорит, слушайте, говорит, ну давайте, почему нет. А время было уже 12-й час ночи. Ну, он говорит, ничего, слушай, говорит, что, поедем сейчас, говорит, в Ешиву, там, в Понавиш, Ешиву, там точно, говорит, кто-то учится. И они действительно берут такси, они садятся, но пока они доехали, пока они, значит, все сделали, там уже за 2 часа ночи, и они едут, и этот парень всю жизнь молится, говорит, боже, лишь бы кто-то был в Байдмедраше. А он ему сказал так, говорит, если, говорит, 10 человек, говорит, сидят и учат Тору вот так, просто в обычный день, я, говорит, тебе обещаю, я делаю шиву, я, все, говорит, я начинаю, говорит, заниматься своим еврейством, говорит, я. И он, говорит, Всевышний, говорит, помоги, говорит, человек, чтобы сделать шиву. И они заходят в Бейдмедраж. 55 человек сидят посреди ночи в самый обычный день, да, и учатся, прям вот учатся, кто-то в Хеврута, кто-то просто в одиночку, и сидят, и учат Тору, и тот пересчитывает их, он еще, еще, он, говорит, я, я, говорит, настолько, говорит, до глубины души потрясен, говорит, я, да, ты сделал свою часть, теперь, говорит, я делаю свою, я делаю шиву. И они возвращаются, возвращаются в больницы, да, и шва, и шотвы, нахамот, на самом деле ситуация, у того, да, у того, который был нерелигиозный, не такая была ситуация, да, был просто не туах, все прошло успешно, барухашем, но вот у этого, да, у которого, который молился, у него действительно была ситуация критическая, и шансов-то особо, то есть вообще была действительно ситуация, через два дня его ребенок здоровый, его просто здорового выписывают, говорят, все, нормально, опасность миновала, продолжайте, курс, говорит, все, говорит, ребенок идет на поправку, просто семимильными шагами. Мы, да, даже не задумываясь о том, да, когда мы сами учим Тору, учимся по-настоящему, насколько это имеет влияние, это имеет влияние, то, которое мы не видим влияние, как открывают наши книги, когда человек приходит и делает какую-то заповедь, это влияет на какого-то еврея вообще, он его даже не видит, весь мир становится немного более духовным, самые-самые далекие люди, на секунду у них, да, проблескивает идея, а может быть, а все-таки надо как-то вообще, да, в свою жизнь вообще всмотреться, да, может, как-то задуматься о чем-то, но и даже на самом явном уровне, да, люди видят, люди видят по-настоящему человека, который искренне садится, да, что-то, я вот решил задуматься, какая-то идея, какой-то новый закон в Торе, да, это не закону тысячелетия, да, что за ним стоит, это верхушка айсберга, с чего это идет, как это понять, и вот он старается об этом думать, какое-то влияние может оказать на окружающих. Первый Аллахак говорит, что в Шаббат нужно постараться приумножить количество различных фруктов, пряностей, там, не знаю, пирожных, и различных видов благовоний, с целью, чтобы дополнить себе сто благословений. То есть в Шаббат, да, есть в этом многие другие причины, да, были глубокие, но есть самая открытая и главная причина, она тоже очень глубокая, на самом деле, почему сто благословений. Да, знаменитый Пасук Тория, который говорит, что Мушек говорит, обращаясь к народу Израиля, говорит, что Всевышний Бог ваш хочет от вас, что Он от вас хочет, и начинает перечислять, если не трепетать перед Ним, и далее, и далее, и далее, да, трепет Ерат Ашем, но, говорят наши мудрецы, Ма Ашем, что Всевышний, Ма – это Меа, Ма – это Меа, Меа – это сто, сто раз благословить человека в день. Да, за тысячи, миллиарды тысяч всего, что Всевышний делает для нас, сто благословений еврей должен сказать в день. И на самом деле это нетрудно, если жить еврейским образом жизни, наши молитвы, каждый раз, когда мы едим, когда мы пользуемся удобствами, когда мы там после еды, до еды, да, если все это суммировать, то у тебя действительно наберется сто благословений. Вопрос в Шаббат, в Шаббат мы сказали, с этим проблема. Поэтому нужно, да, увеличивать, есть какие-то дикованные вещи, вдыхать какие-то приятные запахи. Это касается женщин точно так же, поэтому женщины тоже должны за этим следить, да, чтобы у них было сто благословений в Шаббат. И поэтому женщина, да, женщине еще тяжелее, потому что женщина не молится столько молитв, сколько молится мужчина вообще в принципе, да, и поэтому, ну, сколько она может съесть фруктов. На самом деле тоже очень интересно, я думал об этом, то есть надо очень хорошо знать благословения, законы благословений, потому что это не так просто. То есть как сказать 36 раз благословения добавочно? Это сколько ты, ну, хорошо, даже у тебя стол фруктов, ну, сколько там, буре приаец, ну, буре приа дома, что еще, да, ну, мизанот ты скажешь, хорошо, шааколь ты скажешь, да, в правильном порядке, ну, четыре брахи, и ты не можешь больше говорить, да, сказал на рех, пять, шесть, семь благословений, там, вытянул максимум, придумал, все, больше ты говоришь не можешь, нужно закончить, как бы, да, а потом еще раз поесть, и это всего семь, потому что надо несколько раз, надо перед каждой трактой. Воды много пить, и он чаще в момент ходит, извините за такую племоту. Воды много пить, да. Тоже, да, пока ты не напьешься, ты не можешь сказать больше благословений. Вот сказал благословение. В туалет, в туалет, в туалет, потом выход с этой чаще, извините за такую племоту. Да, ну, тоже, сколько ты можешь ходить в туалет, понимаешь, тут, как бы, мы говорим, на сорок благословений, ну, десять раз ты сходишь. То есть, у Сфарадим, кстати, очень это принято. Сфарадим, Магданим, они, да, после кедуша устраивают такой мини-фуршет. То есть, получается, ты сразу там по семь благословений, то есть, три трапезы, вот у тебя уже там порядка там, и просто сказал Ана Михья, сказал Борене Фашот, да, оп, у тебя, как бы, да, десять благословений. Вот у тебя тридцать благословений каждой трапезе приурочил. И шесть ты там еще наберешь, как ты говоришь, там, не знаю, туалет, что-то еще, наберешь шесть благословений. Но, то есть, если ты это не приурочишь, а там, да, я понюхаю там листочек, это не так просто сделать, то есть, нужно к чему-то это привязать, какой-то маленький такой-такой аперитивчик с разными видами к шаббату, покупать себе именно орешки, там, разные виды фруктов. А женщине, получается, женщина, опять, она еще и не молится, то есть, у нее там минус еще восемнадцать, поэтому он говорит, что женщине, говорит, можно в шаббат, например, помолиться минху. Потому что, ну, сколько она нам может съесть там еще фруктов. Вот, пожалуйста, он говорит, пишет. Сразу, да, чтобы человек из хороших побуждений не нарушил гораздо более строгий запрет. О, мне нужно сто благословений. Как бы тебе это ни было нужно, ты не можешь, говорит, говорить благословение несколько раз. То есть, да, если ты съел благословение на яблоко, и у тебя там стоит еще десять там различных фруктов, ты не можешь снова повторить благословение. Подожди, ну, мы же учили, что если ты берешь яблоко и там сказал на него браху, но не имел в виду ничего другого, кроме этого яблока. Или вообще, в принципе, яблоко. А сейчас ты берешь сливу. Как ты можешь на нее не сказать? Нет. Вот смотри, тут внимательно. Он это продолжает. Он говорит. Когда ты можешь снова сказать благословение после яблока на сливу? Ну, пока он говорит про яблоко. Только если ты имел в виду так. Я хочу только одну сливу. Я больше есть не буду. И больше ничего не хочу. И ты берешь, благословляешь на сливу. Съел ее, сказал, бурен и фашот. И тут, ох, слушай, действительно, захотелось еще яблоко. И тут нельзя лукавить. Если перед тобой стоит ваза, и ты тянешь руку, и ничего не имел в виду. Ой, слива классно, хочу сливу. И сказал браху на сливу, твое благословение, перед тобой стоит ваза фруктов. Упала на всю вазу фруктов. То есть теперь большой вопрос, может ли ты на яблоко из этой же вазы слово сказать браху? Если ты конкретно прям имел кавану, не, не, я говорю только на сливу, и не хочу ничего больше есть, тогда, возможно, можешь сказать благословение. Все, что перед тобой, все эцы, которые на столе стоят, а ты взял один и сказал буре приаэц, презумпция, что ты имел в виду все эцы. Ты задел все остальные фрукты. И мы учили с вами это, на самом деле это сложные очень места в Аллахе, но мы учили даже такие вещи, что если перед тобой лежит орех и шоколадка, на шоколадку благословение шиаколь, на орех благословение буре приаэц, теперь по закону благословений ты должен сначала говорить более обобщенно, точнее более частное, а потом более обобщенному. То есть ты должен сказать буре приаэц, а потом ты должен сказать шиаколь. Да, такой порядок. Вообще нужно сказать эц, потом адама, потом шиаколь, до этого сказать мезонот. То есть есть порядок, как ты должен благословлять. Но в этой ситуации нужно поменять порядок и сказать сначала браху на шиаколь, на шоколадку, а потом сказать браху на орех. Почему? Да, мы объясняли, потому что шоколад тоже делается из бобов, и там тоже есть эц. И когда он лежит перед тобой, ты берешь орешек и говоришь на него буре приаэц, ты задел шоколадку этой брахой. И теперь ты не можешь на нее, вообще непонятно, ты не можешь на нее снова сказать благословение. Поэтому так не делай, поменяй порядок. Мы видим, что все, что перед тобой лежит, благословение этого касается. Поэтому очень надо подумать. О, я должен сделать 100 благословений? Но как это сделать? Надо учить Аллаху. Это аккуратно. Ты не можешь просто так, да, как мы сказали, говорить браху и снова брать тот же плод. Только если ты имел в виду, это нельзя с этим лукать. И только если ты хотел яблоко, ты его поел яблоко, а получится какое-то время, снова хочу яблоко. Вот, пожалуйста, можешь снова благословить. Но если ты изначально имел в виду, я хочу напиться, пей пять стаканов, не надо каждый благословлять. Пока ты не напился, благословение действует. Да, и то же самое, ты хочешь есть яблоки, хочу там мандаринку. Слушай, ну я не знаю, одну съем, хочу еще две, три, пять. Сколько ты ешь, все, у тебя благословение действует. Ты закончил есть мандаринки? Все, да, больше не хочу. О, отлично. Потом еще захотел, можешь сказать, браху бурэдэ фашот, когда захочешь еще, скажешь еще раз. Теперь. Вот он как говорит, шаббат. Разрешается разложить перед собой все вот эти вот разные там, на шаббат, кстати, в сифарских семьях тоже покупают такие блюда. Всем советую, в любой ювейской семье должно быть такое блюдо, круглое, например, с такими разными, знаете, делениями. И туда там покупаешь, засыпаешь разные кешью там, разные орешки, всякие фисташки, всякие там курага, там сухофрукты. Вот прям, да, они на самом деле долго расходуются, их так особо не ешь. Во-первых, красиво, во-вторых, стоит на шаббате. Во-вторых, это просто идеальное такое напоминание. О, там, захотел, вот именно, да, там, о, хочу. Все, сказал браху. Сказал браху до, сказал браху после. Так вот, принято ставить это блюдо перед собой. Прямо перед собой на стол. А для Ахар Беркат Амазон. До, после Беркат Амазона. Да, то есть, пусть это блюдо лежит на столе, чтобы ты мог благословлять на эти плоды до и после. И это поможет тебе добить до ста свои количества благословений дневных. И не переживай за другой строгий запрет. Называется браха шейна цлиха. Благословение, в котором нет необходимости. То есть, нельзя искусственно, да, тоже целый закон, да, мы тоже с вами его учили, нельзя искусственно создавать условия для того, чтобы была необходимость благословлять заново. Да, если ты еще не наелся, не надо говорить Беркат Амазон, чтобы снова сказать, брахуй снова сказать, и Беркат, ну, ешь, ешь, возьми, что-то съешь, да. Все делай в Беркат Амазоне и скажи один Беркат Амазон. Здесь же товши и цавэ ливны бэйтоды объямли фнав ракла ахар Беркат Амазон. И поэтому хорошо, говорит, можно, единственное, что, чтобы это приносили после Беркат Амазона. Вот эту тарелку ставили, да, то есть, мы говорили, это упоминали, то есть, очень хорошо выносить чайпитие с пироженными и со всеми вот этими вещами за Беркат Амазон. И это не браха шейна цриха, наоборот, мы с вами учили, что это даже правильно, потому что это как бы не является частью трапезы. Ты уже поел, ты уже насытился, а благословение хлеба распространяется на то, что едят с хлебом, то есть на все то, чем ты пытался насытиться. А человек уже сытый, это уже как бы десертная часть. Десертная часть, говорится, да, в Талмуде у человека всегда есть запасной карман для десерта, как бы он ни наелся. Но есть он больше не хочет. В пельмени он уже все, он уже не лезет. Торти, конечно, там, да, конфетку, там, с кофе. Да. Абертик. Тебя слышно? Вот, да, тебя слышно. Вот все, что ты говоришь, очень логично звучит, и все прекрасно понятно. Я именно так стараюсь и делать, но в многих-многих общинах, ну, по правде сказать, наверное, больше хаббатских, да, в которых я бываю, когда я так делаю, они все на меня так смотрят с недоумением, типа, а что-то еще рано, еще десерт, там, еще чай, там, вот это вот все, кофе, шмофе, там, какие-нибудь там орешки, вот как ты говоришь. Ну, то есть, у них в традиции почему-то так не делают. А почему они так не делают? Ну, Дим, во-первых, надо быть очень аккуратным, когда мы смотрим на то, как делают люди. Да, ты больше смотри, там, даже среди хаббата, но хотя бы за людьми, там, в шляпах с бородой, там, равинов. И даже вот именно равинов, потому что там все с бородой, и все в шляпах с 13 лет. Поэтому, да, то есть, выглядят люди, может быть, да, но на самом деле знание Аллахи, это элементарно. То есть, тебе много объяснять не надо. Ты им скажи, а как же мы оброход? Вы не хотите 100 благословений? Вы что будете делать? Вы смотрите, у вас, вы сейчас кушаете, ходите, я им говорю, я им именно, именно то, что ты сейчас сказал, я им и говорю, но у них моя фраза про 100 благословений, еще больше недоумения. Ну, это не может это недоумение, это должно у тебя вызывать, это известный закон, то есть, как бы, если у них вызывает недоумение, это говорит только об одном, они про это не знают. И не знают. Не будем, да, говорить там про какие-то общины, но уровень, как бы, образованности, образованности Аллахической, да, как бы, он невысокий, к сожалению, то есть, как бы, да, внешний вид идет впереди, да, знаний, поэтому, когда мы берем пример с людей, аккуратно, аккуратно, то есть, ты-то знаешь, мы-то это учили, то есть, ты, как бы, в себе будь уверен, потому что они на тебя смотрят, у них вызывает недоумение, как может быть, ты без бороды, там, да, и там, без большой шляпы, а ведешь себя так правильно и говоришь, какие-то такие вещи серьезные, мы оброход, они, может, не ожидают, да, такое услышат, но ты делаешь абсолютно правильно, и наоборот, жалко, если ты уже это ешь, да, так это все могло быть благословениями, где ты их наберешь потом, ты их просто не наберешь, и вот у тебя суббота, да, святая суббота, а в ней нет 100 благословений, и по этой причине мы говорим, что есть даже две причины вынести десертную часть за скобки, за трапезу, во-первых, есть большое сомнение по поводу того, что вообще хлеб, благословение на хлеб выводит это или нет, по аллахе да, по аллахе, то есть по сухому закону да, но зачем, если ты можешь вынести, я наелся, мы поели, круто, давайте беркат Амазон и несите чай, сидим, сидим дальше, чай, да, шаббат продолжается, все прекрасно, и кучу брахот, скажем, ну почему бы и нет, так принято, и видите, как это, то, что он советует делать, да, и хорошо говорит, чтобы это приносили, то есть, да, и у тебя дома тоже, приносили после беркат Амазона, человек, который затягивает третью трапезу в шаббат, часто такое бывает, а даже за выход звезд, мы всегда стараемся, да, затянуть третью трапезу за выход звезд, а потом тоже делает свой вот этот обычай, да, говорит в конце трапезы на фрукты, мы знаем, что фрукты вообще по всем мнениям не являются частью трапезы, и ты говоришь на них бурепряец, говоришь на них там еще какие-то там дома, там орешки поел, сухофрукты поел, а как же, шаббат уже закончился, не, не переживай, тебе это засчитается в твои сто проход вот шаббата, потому что мы знаем, да, и тоже как бы, да, все вставки, мы говорим, РЦ в Беркат Амазоне, хотя ты читаешь Беркат Амазон уже после Цитакуховим, тем не менее, да, все идет по тому, когда ты начал трапезу, когда было главное блюдо, ты внутри трапезы, тебе это все будет засчитываться в твою сотню. Можно два вопроса сразу? Да. Смотри, вопрос первый, а нет такого разве, не знаю, как закона или обычая, что за час до шаббата уже не кушать ничего, за час до конца шаббата, в принципе, субботу вечера? Да, ты говоришь про то, что нельзя есть между после трапезы, третьей, и до Авдалы. Нельзя есть до Авдалы. Хорошо, ты только что сказал, что мы вот, у многих так бывает частенько, что мы третью трапезу начинаем в госту, тем более, когда зима, когда короткий шаббат. Пока? Да, когда короткий шаббат. Ты третью трапезу, ну, как правило, начинаешь там только в это время. Ну, да, да, да. Ну, а как нет? То есть, нет проблем, в шаббат есть, ты можешь есть все время, а если ты закончил уже третью трапезу, молишься Барев, да, и тянешься вдолой, мудрецы постановили, что ничего нельзя есть, и на самом деле даже пить, там очень сложно. Только ты уже не в третьем. Ну, а вдолой нельзя ничего. Да, но пока в третьей трапезе проблем нет. Ты же в третьей трапезе. То есть, я в третьей трапезе... Хаббат же третью трапезу не делал, поэтому он это имеет, я думаю, не, 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 ты вообще записал шалва Диму в хаббате, я тебя прошу. Да, Дим, что там? Шалва, нет, я не об этом. Ты третью трапезу делаешь? Да, я делаю третью трапезу, естественно, с хлебом. Вот, как положено. Я шалва говорю, потому что хаббатники обычно с мезонотом делаю, если вообще делаю. Ну, неважно, короче, я не об этом хотел сказать, я хотел сказать, что, то есть, я могу начать третью трапезу в рамках шаббата, пока не вышли звезды, могу спокойно ее начать, и наоборот ее еще затянуть специально, чтобы продлить себе шаббата. Пожалуйста, вообще, это митсва. А теперь, а теперь, а теперь, а теперь другой вопрос. Да, я так и стараюсь делать, но тогда у меня возникает другой вопрос. Если я поел основную трапезу, и по идее, как ты говоришь, нужно увеличить количество оброход, то я после трапезы основной, которую едят с хлебом, должен прочитать беркат, субботний, с субботними вставками, хотя я уже за шаббатом нахожусь. Уже я продлеваю. Я прочитаю его с субботними... Ну, я его продлеваю, но по времени он уже закончился, просто я его искусственно продлеваю себе, да, лихвой шаббат. Ну, неважно, короче, я его читаю с субботними вставками, и на этом моя трапеза закончилась. Получается, что я в плане еды, у меня уже шаббат тоже закончился, когда я беркат Амазон закончил. Все, больше есть нельзя. Больше есть нельзя, а как же я тогда после этой трапезы... шаббат не закончился, Дим? Ну, подожди, ну, подожди, ну, да не закончить, но ты же меня не дослушал. А как я после этой трапезы могу что-то еще есть? Десерты, орешки, там, чай и что-то? Не можешь. Так, я должен их делать внутри и закрывать потом все вместе, беркат? Да, конечно. Если ты закончил беркат, все, у тебя закончился, и мы говорим про ситуацию, правильно, Дим? Что когда ты затянул трапезу, и у тебя уже все ночь, ночь, уже шаббат. уже 2 до 8. То как ты скажешь, беркат Амазон, твой прием пищи, да, вдалый, закончился, больше ничего есть нельзя. Но, да, мы про что говорим? И ты не можешь сделать. То есть в дневную трапезу ты должен делать, как ты сказал, беркат Амазон, и потом... И в вечернюю. Или в вечернюю. Или в вечернюю. Или в вечернюю. Но в третью трапезу... А в субботу вечером? Я уже так делать не могу, потому что как только я пришел беркат, я вышел из субботы своей, которую я искусственно продлевал. А что он здесь говорит? Что есть вещи, которые даже внутри трапезы, совершенно точно, это не сомнение, что хлеб на них не действует. Я упомянул ситуацию с пироженными, что мы учили. Ялкут говорит, что даже пирожные выноси десерт из трапезы. Вообще всегда выноси. Вот ты сел трапезничать? Скажи беркат Амазон после хинкали. И потом заказывай тортик. Люди как принято делают? Я кушаю, что еще? Скажу беркат Амазон один в конце. Потому что есть сомнение, что ты уже на самом деле наелся. И тортик – это десерт. А если так, может быть, эмоции на него не действуют. Ла Аллаха – да, действует. Но лучше вынеси это за трапезу. Но, например, яблоко или виноград – это по всем мнениям надо говорить в браху, даже если ты внутри беркат Амазона. Если ты фрукт решил, ты не собирался этими фруктами наедаться. Ты ешь хинкали, пельмени, что ты там ешь. Поэтому здесь он другой говорит, что говорит, в третью трапезу нельзя есть после беркат Амазона. Но что тебе делать? Ты по-прежнему можешь фруктовую свою тарелочку после еды начать говорить брахот, поесть, поесть, поесть. И он просто другой здесь говорит. Ты мог бы подумать, что эти благословения мне уже засчитаются на следующий день. Ведь у нас день с вечера начинается. Нет, не переживай, тебе эти благословения засчитаются в шабаре. Ну, хорошо, тогда скажи, пожалуйста, что он здесь пишет. Хорошо, про третью трапезу я понял. Все. А тогда, если я эти фрукты первой или во второй трапезе выношу за беркат Амазона, за рамки беркат Амазона, это тоже так правильно делать? Или это только на пирожные так надо делать? На самом деле только на пирожные. То есть фрукты, а ты можешь и внутри трапезы сказать на них, на все бракаты. Нет, как правильно. Можешь такое понятие, но как правильно. Нет разницы, здесь нет разницы. То есть их можно и внутри беркат Амазона и после. Просто, если ты уже делаешь десерт отдельно, как бы, ну, их тоже вынеси отдельно. А с точки зрения лохи, здесь нет разницы. Да. Хочешь ты виноградинку после беркат Амазона или до, тебе придется на нее сказать горе-преаэц. Согласен. Тут разницы нет. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот для чего, почему так важно именно вот не меньше ста брахот говорить? И в шаббат мы в такую опасность заходим, что у нас не получается естественного уровня. Вот мы попытались сделать вступление, если ты слышал, да, но с точки зрения Давида Меллаха, Давида Меллах понимал, что 100 благословений в день это самая большая защита человека от невзгод. Причем от невзгод самых страшных непобедимых. Да, вот тогда он говорил про пандемию, про какие-то, да, болезни. Это было после трех лет молитв. И вообще он установил на все времена самый высокий уровень защиты. Евреи, то есть у ста человек, который благословляет Творца Вселенной вообще, да, этот человек просто, это уже изумруд, это просто диковинка из восьми миллиардов. Человек, кто это там, сколько людей это делают. Так еще и делает это на постоянной основе сто раз в день за то, что ему там дается от этого. Это самый высокий уровень защиты. И вот это вот число сто, да, оно древнее, то есть, и говоря то, что, опять-таки, я тоже читал, мы когда учили сто благословений, что это не Толя, это не Давида Мэллах, это было на самом деле всегда. Это наша Тора, это сто благословений, вот это вот число кув. Я не знаю, может быть, он здесь, он обычно что-то объясняет. Пока он чисто дает Аллаху, ничего не говорит. Ой, прошу прощения, что происходит? 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 Продолжение следует... 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 Прямо делать себе... Продолжение следует... 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 Да, больше, чем мудрецы, наоборот, которые учатся постоянно. То есть, какой-нибудь Аврех, там, не знаю, там, Ешива-Бохур, который там учится на правом, он не может срабатывать больше, как бы, отдых. Он может действительно поспать, может быть, больше там, да, меньше поучиться. Но ровно обратное должно быть у человека, который в бизнесе, который работает, да, если как ему тяжело. Он даже в шаббат не может дать себе слабинку и выспаться. Потому что, не дай Бог, получится, что, да, шаббат – день отдыха, но не в том смысле, что набраться силы для рабочего дня завтра. Тогда, получается, что для тебя главное? Тогда, получается, ты служишь, ты отдыхаешь для того, чтобы работать? Нет, тогда шаббат теряет вообще весь смысл. Наоборот, я работаю, чтобы создать для себя шаббат. Что такое шаббат? Шаббат – это идеальный день, в который я наконец-то смогу заняться тем, во что я верю, что есть самое главное в жизни. Вот это шаббат. Это шаббат на первом месте. О, человек так построил свою жизнь. Тогда этот один день, одна седьмая его жизни, даст ему такой выхлоп, люди за три жизни себе не сделают. И так наши мудрецы послания, они действительно работали в поте лица, как мы говорим, по-настоящему руками. Таскали, не знаю, уголь, там работали камнем, камни, дровосеки, кем они были? Тяжело работали. Но в шаббат, в шаббат приходили, учились, да, был полностью духовный день. Поэтому в этом отношении человек, который занят делами, у него большая ответственность в шаббат по изучению Торы, должен больше учиться. Прямо вот день посвятить Торе. И поэтому надо стараться в шаббат пойти, то есть какая-то община, где у тебя установленный урок по Аллахе, по Агаде. И как сказали наши мудрецы, вообще, почему Всевышний дал шаббаты и праздники народу Израиля, а только для того, чтобы они могли изучать Тору. То есть во всем этом безумии, во всей этой рутине, этой нескончаемой вот этой вот суете. Это самая настоящая суета, и она никогда не кончится. И чем больше ты в него погружаешься, тем больше ты в ней тонешь. И с годами будет только больше. Ответственность только растет. Там детей все больше. Если раньше игрушки, то теперь уже машины. И потом свадьбы играть, а потом... То есть это не закончится, только увеличивается. Поэтому, да, шаббаты и емтов – это такие островки. Такие островки, которые мы должны оберегать. И наоборот, спокойно сесть, открыть, действительно, вдуматься. Вроде всегда эту Аллаху узнал, но никогда не было пять минут сесть об этом поразмышлять самому. Да, это ведь на самом деле может вообще переменить все в жизни человека. Так для этого у нас есть шаббат, для этого у нас есть емтов. И поэтому в шаббат принято... Да, ну, есть везде, кто в общинах, бывает, конечно, есть раб выступает, есть какой-то урок по недельной главе или по Аллахе, что бы это ни было. Да, в шаббат очень важно, у людей есть время. Может быть, тяжело им учиться самостоятельно, чтобы хотя бы была у них возможность, куда им пойти, где услышать слово Торы. А еще лучше, послушайте, вот взять на себя вот элементарную вещь. Есть митцва в шаббат, сделать хидуш, выучить что-то новое. То есть в идеале, как если ты умеешь учиться, открой, что ты учишь, и учись до тех пор, пока... Вау! Понял! Ах, я понял, Раши! Я понял вот этот вот... Да, понял, Сугью! То есть открой что-то новое. Если ты... Если ты не на том уровне... Просто учить то, что не учил ранее. Извините, а можно? А вот что вы учите? А, интересно, ничего себе. Про пчелиный мед. Да, и что там про пчелиный мед? А вот почему он кошерный? Действительно, почему он кошерный? Мед от пчелы. Ты пчела не кошерный, а мед кошерный. О, никогда не думал об этом. Давайте поучимся с вами. Хидуш. Да, что-то о чем-то никогда, да. Что-то новую какую-то тему. По шаббат заставляй себя открывать что-то новенькое. Готовь. Я, кстати... Да, очень классно. То есть собирать какие-то проспекты или готовить себе заранее. Сегодня есть интернет. Сегодня у нас все на ладони. Возьми себе 2-3 статьи, которые у тебя нет времени прочитать. Ну, она большая, она очень интересная, но нет времени. У тебя никак ты не найдешь. Да? Да, распечатай. Сделай себе закладочку. Оп, в шаббат положи. Открой и какую-то темку, да, разбери прям статью какую-то, да, на какую-то тему в шаббат. Хидуш. То есть что-то новое выучить в шаббат. И нет проблемы даже Талмит Хахаму, человеку большому, большому знаток Торы, сесть и учиться прям глубоко в Сугью, как положено, с пилпулям. Это сложно, да. Это прям вот карпеть над Торой. Нет в этом проблем. Ну, все это время, если он получает от этого удовольствие, то есть если кто-то уже прям страдает от этого, это уже не совсем по-шаббатному, да, но это редко, да. То есть можно учиться Июн, что называется Июн, это определенный способ изучения Торы, который подразумевает глубокий анализ текста с решоним, махроним, прям глубокий анализ. Улам дерех этца товара уйло лейтасекду мидрашот в сифрея гада бьем шаббат. Но все это, что он говорит. Однако, говорит, дерех этца, дам совет, товар хороший такой, хороший совет, я так это назову, то есть Рауило, все-таки было бы правильно для него лейтасекду мидрашот, больше там почитать мидрашим, сифрея гада, книги по Агаде, бьем шаббат. Они, во-первых, легче идут и при этом содержат самые глубокие тайны. То есть, да, этот шаббат такой день, мы сугаль, что тебе может что-то открыться в Агаде, то есть действительно прямо из сокровенного. Такая гадот мидрашим, где лейтанегвили смоку лехли в кох. Чтобы это шло с удовольствием, радостью, чтобы ты обновил силы. Где шло и татэф, льотэр мидай. Чтобы не изнурять себя слишком сильно, тем более, что вообще нужно постараться в своей учебе найти время для изучения мидраши и Агады. То есть, люди, как бы, она вообще выпадает. А, там, что эти там... Все, ничего не понятно. Звучит, как какие-то народные еврейские сказки. Как это вообще читать? И люди, как бы, да, вообще на это не учат это. А, на самом деле, это неправильно. Нужно выделять время. То есть, постоянно, немножко, немножко, но какое-то у тебя должно быть постоянство. Да, я учу Агаду. Вот я изредка, там, читаю вот эту книгу, например, там, да, или, там, слушаю, там, какой-то урок, там, раз в неделю, или, там, не знаю, каждый день желательно. Может, пять минут. ... Да, и говорили давать урок, там, да, многим. По Ират Ашем, Уфрат Бедро Рену, Зеде, Ахасур Даре. Особенно в нашем поколении, когда людям так это нужно, веколе Амрат Сим, Ахар Дивре Агада. И людям очень нравится. Они, наоборот, как бы, гораздо близки к словам Агады. Ты начнешь их сразу с сокрушительными, там, вопросами, то софота на Талмуд, они через 15 минут устают. К сожалению, так все выстроено, что, да, пестрые журналы, и все как бы simple, simple, super simple, одной кнопкой, и интуитивно, и понятно. А когда действительно сталкиваешься с чем-то действительно сложным, да, что нужно постараться, быстро люди устают, теряют интерес. Поэтому, поэтому Агада. Окей. Ладно, еще одну Аллаху, и остановимся здесь. Время, к сожалению, мы сейчас перейдем на Мишну. Итак, человек, который привык спать днем, не должен отменять этот обычай в шаббат, потому что для него это удовольствие. Просто пусть слишком много не спит. Вот такая вот Аллахань. Когда-нибудь забуду, у меня на всю жизнь-то в памяти осталось. Я еще в детстве учился в Дании, и нас отправили в Лондон, и мы остановились в семье Циммермана. Удивительный человек, такая семья, такой садик. Серьезный предприниматель, бизнесмен, при этом учил дафью ми. Я помню, как он учил эти дафы, как он вот прям каждый день. И в шаббат, в шаббат, я вижу, однажды он просто с какими-то глазами бегает. Он заснул. И я не знаю, он заснул, мы привыкли пойти поспать часика четыре, как положено там, да, в летний шаббат. Я там поспал минут сорок, наверное, я не знаю. То есть как бы, и он вскочил, и бегал, бегал, время, время, я проспал, я проспал в шаббат, куда он проспал, у него шаббат, лимуд, я пропущу там даф, мне нужно это, я подумал, да, то есть даже сон в шаббат, чтобы он не был слишком длинным, надо и поспать, надо и погулять, надо и вкусно поесть, мы говорили, и выпить в шаббат. Он говорит, это большая митсва, но обязательно найти время на изучение Торы. Друзья, я здесь останавливаю запись, переходим на Мишну.